Аعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمدين وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله с этого дня мы начнем книгу «Аль-عقيدة التحاوية» «Ясное изложение вероучения أهل سنة والجماعة» до этого, الحمد لله, мы завершили книги «الإعتماد في الإعتقاد» и также «Мухтасар» сокращенную книгу «Ибн Хамдана Аль-Харвани Нихаят المبتدين إن شاء الله эти уроки у нас тоже будут записываться мы будем их выкладывать в YouTube канал, также в Telegram если какие-нибудь вопросы будут можно будет после урока задавать во время урока если крайне что-то непонятно можете задать, а так чтобы не перебивалось у нас в конце можно будет если вы боитесь, что можете забыть вопрос, можно будет записать где-нибудь в заметках или в сообщении и потом, إن شاء الله, задать которые могут во время урока возникнуть вопросы также, уважаемые братья, إن شاء الله в следующий раз мы раздадим книги один брат купил книги чтобы не просто как лекции слушали мы а именно через книги записывали чтобы для себя тоже как осталось на память что вот эту книгу мы проходили и все равно, когда человек слушает это одно, когда он через книгу читает визуально еще видит запоминает, это совсем другое поэтому, إن شاء الله, каждый у себя тоже может взять заметки делать в книгах может и карандаш взять какие-то важные моменты записывать заметки делать, отмечать и так далее вначале, إن شاء الله, поговорим о самой книге о важности этой книги затем уже про биографию автора то есть имама Тухавы кто он такой был какая степень у него в знаниях какие высказывания ученых относительно него и так далее эта книга она известна среди мусульман и распространена нашей задачей будет являться чтобы мы эту акиду поняли исповедовали ее не отбрасили какую-то часть не толкуя ложную другую часть а как имам Абу Джафар выразил в этой акиде мнение салифу салих праведных предшественников и это акида в которой нет равных в каком плане в плане ее распространения то есть она известна эта книга и отсутствуют какие-то сомнения в отношении авторства этой книги то есть эта книга написана более более тысячи лет назад она передавалась по непрерывной цепочке ее разъясняли объясняли преподавали из уст уста из поколения в поколение до нашего времени и в наше время тоже альхамду риллях она распространяется поэтому человек когда он хочет знать на ахлю сумна он находится или нет он читает эту книгу он знает если исповедует то что в этой книге значит он на убеждениях ахлю сумны вальджама и это является на самом деле как имам Ат-Тухавы будет в дальнейшем мы пройдем когда он говорит в начале еще книги что это баян это ясное ясное изложение ахида ахлю сумна то есть что-то непонятного неясного нету тут это является ясным текстом в изложении ахлю сумна вальджама еще момент касаемо отличия этой книги от других книг которые мы проходили эта книга является изложением ахида ахлю сумны есть книги в которых помимо того что излагается ахида ахлю сумны там еще есть рациональные доказательства то есть доказательства разумными доводами относительно того что Аллах существует или что Он един что Всевышний Аллах бесподобен что Он могущественный волеизъявляющий и так далее а в этой книге доказательной базы нету или подобных таких книг там излагается вероубеждение мусульман и сам имам Ат-Тухау тоже он говорит в начале этой книги что он излагает ее по методу фукаха то есть фукаха это основная школа куфийцев во время Салифа назвали их это Абу Ханифа его ученики Мухаммад Шайбани Калды Абу Юсуф и так далее то есть методология метод разъяснения доводов он тоже может быть разной то есть об одном и том же можно говорить разными словами допустим если раньше когда не было еще прогрессов в науке определенным способом доказывалось что Всевышний Аллах Он Един или что Он существует то в наше время человек тоже может доказывать то что в Коране есть что Аллах Един что Он существует но применяя современную науку то допустим применяя эмбриологию или же ДНК то есть биологию то что в биологии или физика там и так далее то есть Он может применять эти терминологии в доказывании того что есть в Коране Суньи то есть что я хочу этим сказать что тот путь который в изложении вероубеждения Аглю Сунны по которому пошел имам Абу Джафр Ат-Тахавы это путь на котором был Абу Ханифа также Мухаммад Шайбани и Калда Абу Юсуф сам имам Абу Джафр Ат-Тахавы он является мучтахидом то есть мучтахид мутлиг мумтасиб иншаллах в дальнейшем когда мы о его биографии будем говорить разъясним что это означает также он является факихом мухаддисом и который написал вот эту известную книгу это произведение в изложении вероубеждения Аглю Сунна и Джама и как до этого говорили эта книга она преподавалась из поколения в поколение по непрерывной цепочке и в наше время есть очень много муалимов преподавателей устазов шейхов у которых есть непрерывная цепочка до самого имама Абу Джафр Ат-Тахавы и как писал имам Таджудин Ас-Супки в своей книге Муида Ниам что объединились последователи четырех мазхабов на этой Агиде то есть большинство последователей четырех мазхабов объединились и подписались своего рода подписались на Агиду Абу Джафр Ат-Тахавы что это Агида есть салиф и салих то есть как и салиф так и халиф как ранних ученых так и поздних ученых и как он пишет в этой же книге что это то же самое что исповедовал шейх Сумны Абуль Хасан Аль Ашари Рахима Аллах также уважаем братья то что указывает ценность этой книги что толкование на эту книгу она значима для всех школ даже современные неумартазелиты такие как Хасан Сапаф делают определенные примечания определенные рудуды опровержения на эту книгу как бы пишут что делают шарх но на самом деле опровергают и есть шарх которые написали ученые Аглосумны как ранние так и поздние из них Исмаил Ибн Ибрахим Ашчайбани также Наджмудин Аль Ханафи Шуджа Ауддин Аль Туркистане Махмуд Аль Каунови Сираж Аль Газнови Акмал Аль Бабирти и их более 20 20 шарх их сейчас всех тут долгое время будет перечислять такие как Абдул-Гани Аль Гунайми Аль Майдани также из современных которые написали Абдуллах Аль Харари Саид Фуда и так далее другие ученые если их сейчас всех выделять то у нас долгое время это затянется то есть более 20 шархов которые многие из них в открытом доступе которые находятся в ПДФ формате написано более 20 шархов на эту книгу также есть очень много около 20 которых я нашел эти книги если считать Тааликаты Шурухи то есть толкования примечания Ха-ши-эты в общем если взять на эту книгу из саудийских ученых которые относят себя к салифии такие как Мухаммад Ибн Абдул-Рухман Аль-Хамис также Мухаммад Абдул-Салих Аль-Усаймин Сафар Хавали Ибн Джибрин Аль-Раджихи Аль-Баррак Аль-Альбани и так далее то есть есть также много саудийских ученых которые написали различного рода примечания их около 20 то есть это тоже находится все в открытом доступе кто интересуется может посмотреть поинтересоваться какая разница между этими шурохами и так далее но один момент который нам стоит обратить внимание на непрерывную цепочку то есть эта книга она как мы ранее говорили преподавалась по непрерывной цепочке до наших времен и просто нужно человеку кто преподает сказать вот можешь брат или муалим или шейх цепочку показать свою которая до восхода до имама Абу Джафара и по этой цепочке будет понятно кто там есть в этой цепочке какие эти ученые посмотреть на эти биографии этих ученых и высказывание этих всех ученых которые там есть они разнятся с современными или нет то есть современные которые преподаватели этой ягиды если разнятся значит или которых уже нету цепочек которые их не своего рода пишут как шархи на агиду тахави а на самом деле это рудуды опровержения которые многие слова где имам Абу Джафар говорят что это ясное изложение они говорят что это в общем сказано это не принимается это противоречие там саляфам там и так далее то есть где ясные слова имама Абу Джафар а на агиду они просто подвергаются подвергаются критике они толкуются неправильно ложно и так далее почему потому что нету той преемственной цепочки именно в преподавании в понимании этой книги которая уже на протяжении веков есть у ученых аглю сунны во все века и одним из таких шархов которые можно выделить из ранних шархов относительно это шарх Ибн Абель Аизза Аль Ханафи который называют Аль Ханафи и относительно этого шарха высказывались ученые как Мула Али Аль Кари Аль Ханафи в своей книге шарх Нафик Уль Акбар имама Абу Ханифи он порицал относительно Ибн Абель Аизза то что он приводит в своем шархе комментируя Ак-Иду Тухави также Хафиз Ибн Хаджар Аль Аскалани в книге Инба Уль Гумр он рассказывает историю которая случилась с Ибн Абель Аиззом о том что Инкар делали ему Аль Ханафиты также и Ахамбалиты в лице Ибн Раджаба Та-Кьюдина Ибн Муфлиха его брата и так далее и ученый Ханафитский Муртадо Аз-Забиди в своей книге Итхав он комментирует слова Ибн Абель Аизза он говорит что когда он поразмыслил над этим то он нашел что его слова противоречат основе Ибн Ахамбалит Ибн Муфлиха И в действительности это как будто бы опровержение Ахлю Суни то есть человек пишет шарх на иду тахами но на самом деле это не шарх а своего рода как будто бы рад опровержение То есть не в такой форме. Если человек делает шарх книги, он разъясняет слова автора, поясняет. Если он делает раду, он должен писать это рада, опровержение и опровергать основные. И не просто, когда человек бывает такой, что Ичтихад у ученых разный. И может быть, допустим, с некоторыми мнениями, там может быть хиляф, где допустим этот хиляф, где есть вопросы Ичтихада, Сыфата, Муташабихад. Также определенный, где есть Ичтихад, допустим, Ичтихад, который еще был хиляф во времена Салифа Салих и в последующих поколениях у хиляфов тоже этот хиляф остался. Там понятно, когда человек говорит, вот имам Абу-Джафар, допустим, тут приводит такое мнение, но это мнение, оно правильно, но более обоснованное, с моей точки зрения, такое-то мнение. Это понятно, это метод ученых. А другое дело, когда человек основу вопросов, в которых отличается Ахлю Сунна, он делает рад на это и вообще другое мнение высказывает. Допустим, одно из таких, которое в этой книге упоминается, Ибн Абель-Иззе, на шарх Акидату Тахави, он излагает Тасальсуль, то, что называется, предвечная цепь творений в прошлое. Это то, что единогласно Акида Ахлю Сунна, она отвергает это, как ранее, так и позднее. Также, что есть Киям-Уль-Хавадид, то есть присутствие обновляющихся сотворенных феноменов сущности Всевышнего Аллаха, что есть каждый раз, что-то в сущности Всевышнего Аллаха меняется. То есть, другими словами говоря, что воля и могущество распространяются на саму сущность Аллаха. Также, что сама сущность, она ограничена, сущность Всевышнего, она ограничена с нескольких сторон, что он является, вот если говорить нашими словами, как бывает, допустим, объект в трехмерном измерении, который ограничен. Вот наподобие вот этого просто, якобы Господь, это самое большое такое существо, которое ограничено в трехмерном пространстве со всех сторон. То есть, вот такие подобные вещи, которым пишут, когда Акиду Тахавы, хотя явно словами это могут не излагать, но полностью прямо понимается вот это, если современным языком это высказывать, эти слова. И так далее, другие то, что есть у этого человека, Ибн Абеля Аизза, которым он отошел от пути Ахлю Сунны и старался какие-то слова ясные имама Абу Джафара Тахавы, их притянуть на свой лад, на свое, как он думает. И в некоторых местах, еще прямо идя против текста, в некоторых говорят, что это общие слова и так далее. Также, братья, обратите внимание на один момент, нам нужно понять один важный аспект, одну важную тему. Абу Джафар Ат-Тахавы, рахимахуллах, он родился, то есть он находился в ту эпоху, когда были еще му'атазилиты. И они еще имели такую главенствующую роль в халифате. Также были в то время каррамиты муджессима. Также были разных течений шаиты, джахмиты, хавариджи. И поэтому вот эта книга, Аль-Агидату Тухавия, она появилась в этом контексте. То есть в этом контексте времени, вот это мы должны понимать. Как бы отличая их убеждение от убеждения Ахлю Сунны. Вот книга в таком контексте, она была написана. Это тоже важно, нужно нам понимать. Далее вот приступаю к биографии имама Абу Джафара Ат-Тахавы. Мы рассказали о его книге, кратко о важности этой книги. Также то, что касается биографии этого автора. Имам Абу Джафар Ат-Тахавы. Касаемо биографии есть хорошая такая книга, которая называется Абу Джафар Ат-Тахавы. Аль-Имаму-ль-Мухаддису-ль-Фа-Ки. Под авторством Абдуллах Назир Ахмад. То есть тоже хорошая книга, которым с разных сторон там разъясняется именно про этого имама. Его биография. Мы говорили, что он является мучтагидом. То есть мучтагид. Мутляк. Именно не просто мучтагид, потому что мучтагиды, они бывают разными видами. Есть мучтагид в фетвах, есть мучтагид в мадхабе и так далее. То есть он является мучтагидом мутляк. Не мустагид, а мунтасиб. Об этом еще говорил шейх Шехабуддин Аль-Марджани Аль-Ханафи, что имам Ат-Тахавы, он выше уровнем Ичтихада. И поэтому иногда даже противоречит мучтагидам мадхаба, выбирая какое-то иное мнение, исходя из собственного анализа доводов. И также это заключение, которое дал Аль-Марджани, поддержал Мухаммад Абдул-Хай Аль-Лакнави Аль-Ханафи. Он даже сравнил имама Абу-Джа'фара Аль-Тахавы одним уровнем имамом Абу-Юссуфом и Мухаммадом Ибн-Хасаном Аль-Шайбани в своей книге Аль-Та'ли-Катас-Сунья. И касаемо мучтагидов, то есть мучтагид мутляк, они бывают двух видов. Мустагиль — это абсолютные независимые мучтагиды, которые самостоятельно сформировали свой мадхаб, такие как имам Абу-Ханифа, имам Ахмад, имам Малик, Аш-Шафи'и и другие, которые были во времена салфов, ученые, которые достигли степени имена мучтагида мустагиль. Это те, которые сформировали самостоятельно свой мадхаб. А есть мутасиб — это те, которые относятся к определенному имаму, следуют его методу истимбата, хукмав из Кур'ана и Сунны, но у них может быть свой усуль. Или же, исходя из их метода вынесения хукмав, мучтагидов, мустагиль, следуя по ихним методам, у них может быть вывод, то есть аль-фуруа, в фуруах может быть вывод другой, то есть различен от того, допустим, которое сказал Абу-Ханифа или Калда Абу-Юсуф. Это степень мучтагида мустасиб. Иншаллах, для удобства мы будем по пунктам разбирать его биографию, то есть первое — это имя и происхождение имама. Его зовут Абу-Джа'афар Ахмад ибн Мухаммад ибн Саляма. Он родился в 229 году по хиджре. Некоторые сказали — в 239 году. В египетском поселке Туха. И поэтому его называют Ат-Туха'уи, то есть относя к этому поселению. И семья имама, она имела прочные связи с областью исламских знаний. Его отец Мухаммад ибн Саляма передавал хадисы и был одним из первых, кто обучил вообще имама Абу-Джа'афара Ат-Туха'уи, от которого он выслушивал передачу некоторых хадисов. Также его учителем, главным учителем был вначале, это имам Аль-Музани, то есть это ученик, один из величайших имаму мучтагида шафийского мадхаба, и который был первым полноценным учителем имама Абу-Джа'афара Ат-Туха'уи. И с юных лет имам Абу-Джа'афар, он обучался знаниям, он был на пути знания, на пути сбора хадисов, освоения фикха под руководством выдающихся учителей. И этих учителей тоже перечисляет Мауляна Мухаммад Юсуф Аль-Кандахлави, что их было около 272 учителей. Также есть, которые поименно некоторые ученые, даже поименно некоторых из них упоминают. То есть он учился у большого количества ученых, имама Абу-Джа'афара Ат-Туха'уи. То, что касается его фикха, то вначале он был шафиитом, то есть он брал знания у имама Исмаиля Аль-Музани. Мать его, то есть мать имама Абу-Джа'афара Ат-Туха'уи, это родная сестра имама Аль-Музани. То есть она даже вместе со своим братом, то есть Аль-Музани, приходила на уроки к имаму Аш-Шафи'и. И у нее есть тоже определенная степень в мазхабе имама Аш-Шафи'и. В частности, имама Ас-Союты пишет о ней, что она посещала уроки имама Аш-Шафи'и и на нее ссылается имам Аль-Рафи'и. То есть имам Аль-Рафи'и мы знаем, имам Аль-Нава'уи, имам Аль-Рафи'и, какие они имеют степени в шафиитском мазхабе, как редакторы мазхаба. И в разделе «Закат» он упоминает ее как Ухт Аль-Музани или же Ум-Ат-Туха'уи. Ее мать упоминает как знающую, как факиха в области шафиитского фикха. И также о ней пишет Ас-Субки, Аль-Исновы, в сборнике биографии ученых шафиитов, что она была мать имама Абу-Джафа'а была знатоком шафиитского мазхаба. И более того, ее мнение также учитывается как факиха из числа шафиитов. То, что касается его дяди, то есть Аль-Музани, он учился, имам Абу-Джафа'а-Рафи'и, учился у него, затем он перешел к 20 годам на ханафистский мазхаб. И вот тут важный момент, если уважаемые братья нам, которые нужно обратить внимание, некоторые распространяют некоторые распространяют от Абу-Исхака Аш-Ширази, также от Силяфи и Ас-Суюты, что якобы имам Абу-Джафа'а-Таха'а, он учился, когда у имама Аль-Музани, и имам Аль-Музани ему сказал, клянусь Аллахом, ничего из тебя не получится, как бы ты не выйдешь каким-нибудь ученым, факихом и так далее. И Абу-Джафа'а-Таха'а, он разозлился на это и перешел учиться к Ибн-Абим-Рану, к ханафистскому мазхабу. и якобы когда он написал книгу Мухтасар, то есть у Абу-Джафра есть книга Мухтасар по ханафийскому фигу, на эту книгу очень много тоже есть шарха в ханафийских ученых и он когда это написал, он говорит да помилует Аллах Абу-Ибрахима то есть Аль-Музани, если бы он жил, то был бы жив в это время, то искупил бы сейчас свою клятву за то, что он вот так поклялся на самом деле вот подобные утверждения они не выдерживают никакой критики по двум причинам первая причина есть прямые слова имама Абу-Джафра от Тухави, который передается от Ибн Асакира и Ибн Халикана по цепочке то есть по непрерывной цепочке до самого Абу-Джафра от Тухави сам он почему выбрал ханафийский мадаб, это на самом деле был выбор осознанный и был сделан по объективным причинам в частности передается от имама Абу-Джафра от Тухави что он часто видел своего дядю Аль-Музани что он подолгу смотрел в книге имама Абу-Ханифы и поэтому когда Абу-Джафра от Тухави сам тоже начал смотреть эти книги ему показались доводы убедительными то есть это был осознанный переход и передается в книге Аль-Иршад с Иснадом от Ахмада Ибн Мухаммада Аш-Шрут-И что он спросил у имама Тухави он сказал почему ты стал противоречить своему дяде то есть Аль-Музани и выбрал и имам Абу-Джафр ответил я видел как мой дядя подолгу смотрел то есть читал книги Абу-Ханифы и поэтому я перешел к этому мадхабу поэтому мнение которое приводит Абу-Исхак Аш-Ширази что якобы имам Аль-Музани сказал что от тебя никакого толка нету якобы имама Тухави он разгневался перешел на мадхабаха что он якобы обиделся то есть все эти мнения они не выдерживают никакой критики первое потому что они передаются без Иснадов без Иснадов второе потому что в общем если взять Масаили в мадхабах они одинаковые то есть мы открываем книги будет Маликитов Хамбалитов Шафиитов то есть там идет вначале там допустим раздел воды раздел на джаз раздел на мазы и так далее то есть Масаили они одинаковые но хукмы они разные поэтому если бы он не понимал Масаили в одном мадхабе то он в другом тоже бы это не понял и наоборот если посмотреть то мадхаб имама Абу-Ханифа это то что называют куфийцев ахлю раи у них наоборот в мадхабе есть такие как истихсан потом масляха мурсала и так далее то есть есть в усули те вещи которые нету в усули у шафиитов то есть она более как бы углубленная в мадхаб ханафитов и своего рода она сложнее чем в мадхаб шафиитов и также это выставляет в плохом свете самого имама Мудзани как будто бы у него не было не было собра тогда как если мы посмотрим учитель Аль-Музани имама Шафи он когда объяснял Рабиу Аль-Муради фигх то он не понимал то есть имам Шафи около сорока раз объяснил он не понял стыдно ему стал он ушел сроком имама Шафи догнал и объяснял столько сколько знает всевышний Аллах то есть вот так имам Шафи поступал и учителя многие они бывают с сабром они это знают и тут само имам Музани тоже человека как без сабра как будто бы ставит который сразу наезжает так скажем говоря нашим современным сленгом и поэтому вся вся эта критика она не выдержит никакой критики плюс ко всему есть самого имама Тахави объяснение которое восходит к нему с Иснадом который приводит как Ибн Асагир так же Ибн Халикан после этого имам Абуджа'ф Раттахави он начал учиться у главного судьи Калдыя Египта Ибн Аби Амрана то есть Ибн Аби Амран это был также мухаддис он также был факихом и он был учеником Ибн Самара то есть Сир Альям Анну Баля есть краткая биография этих ученых то что приводит имама Захаби там можно посмотреть он тоже был Ибн Самара также был факихом мухаддисом и он в свою очередь был учеником Абу Юсуфа Палда Абу Юсуфа и Мухаммада Ас-Шайбани это два главных ученика имама Абу Ханифа поэтому мы дальше будем проходить когда начало этой книги он говорит что я объясняю это методом факихов этой умы то есть как Абу Ханиф и Мухаммада Ас-Шайбани потому что тот кого брал знания имам Абу Джафар Ат-Тухави этот человек то есть Ибн Абий Амран он брал знания у того кто был учеником Калда Абу Юсуфа Мухаммада Шайбани то есть такая вот непрерывная цепочка и не такая длинная там через одного человека уже ученики Абу Ханифа поэтому на самом деле когда мы смотрим в книге Аль-Уасия также Афи-куль-Акбар которые относят к имаму Абу Ханифу также другие которые до нас дошли его рисали определенные то мы находим что в принципе то что изложено в Акида Ат-Тухави то что там изложено они не противоречат друг другу в принципе это почти одно и то же кроме некоторых может быть детализаций в каких-либо вопросах также мы говорили что имам Абу Джафар Ат-Тухави является мухаддисом то есть одним из первых у кого знания брал по хаддису был его отец Мухаммад Ибн Саляма и также нужно обратить в целом внимание что он жил то есть застал эпоху имамов большинства исламской общины то есть хадисоведения то есть хадисоведения он застал очень много имамов и первый из них которого он тоже учился это был Аль-Музани то есть после отсада и также в его время был еще жив Ахмад Ибн Хамбаль Мухаммад Ибн Исмаил Аль-Бухари то есть имам Аль-Бухари также имам Муслим который сборник Сахиха автор и имам Ат-Тахавы даже застал некоторых шейхов имама Муслима и от них тоже хадисы передавал имам Ат-Тахавы также имам Ат-Тахавы имам Ат-Тахавы то есть то есть то есть не просто от которых от которых он брал знания имам Ат-Тахавы и также фукаха что к нему перешло также они исповедовали от всех главных ученых имам Ат-Тахавы примерно это подтверждает ляфдам то человек оттуда может неправильно ляуазим выводы сделать поэтому это нужно не через призму методологии ашаритов не этими глазами смотреть на мадхаб асаритов но в общем тут Таджудина Супки он констатирует факт это не из-за того что хамбалита анимуджасим и так далее он говорит что многие вот именно муджасима они были себя относили к хамбалитам это на самом деле так почему потому что когда у них есть общие слова и когда бывают общие слова их можно по разному понимать и поэтому муджасима они нашли простор в этом мадхабе для себя простор в мадхабе как и в принципе и муатазилиты то есть муатазилиты нашли себе простор тоже в мадхабе ханафитов даже бишир аль-мариси потом ас-сальджи другие были выдающиеся муатазилиты которые были ханафитами и их мнение передаются в ханафитском мадхабе как мнение и такой был простор так как они были мадхаб куфис ахлюрра и им был там простор относительно кияса и так далее и это тоже констатация факта это не означает что ханафиты теперь они муатазилиты и так далее то же самое как и в отношении ханабеля что муджесима именно в этом мадхабе они нашли простор в своих убеждениях поэтому человек он должен знать тоже имею ввиду туалебу-ли-ильм который требует стремиться приобретать знания он должен эти вещи тоже знать и детализацию чтобы не обвинить в тачсиме тех кто не является муджесимом тоже и так же не оправдать тачсим тоже на этом иншаллах завершим наш первый урок الحмду-ли-ллах раббилаламин муджесима